Пятна на камере Да, в чем проблема, в чем суть, это так называемые пятна на камере Которые вот так вот, если смотреть, вроде бы ничего и нет Да, все окей, все в порядке, но если приглядеться И здесь вот, ну знаете, есть как бы такие люди, которые как-то раз И находят эти пятна, и вроде бы вот теряют покой И что это, и вообще, и как это, и откуда А плюс-минус эти вещи бывают менее очевидные, более очевидные И вот как это посмотреть, проверить, сейчас покажу Вот так, да, ничего не видно, но воспользуюсь нашим Нашей тестовой стеной Да, идем Так, вот так вот наводим И да, вот характерно видно У большого пальца прямо такое вообще изобилие вот этих пятен Да, если сделать фотографию, как раз таки в этом месте они и будут видны Наша вот эта волшебная тестовая стена Она вот их очень хорошо проявляет Да, 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 да Вот они, вот они пятна Прямо куча целая Ну и да, казалось бы, вот в таком виде их не особо видно, но бывают такие более очевидные штуки И пользователь думает, да мало ли у меня тут что-то загрязнено, там пылинка попала под глазок Но на самом деле это не это Да, давайте разберу, покажу, что к чему, да почему Кстати, вот в таком моменте анфокуса вот они себя проявляют Вот их становится видно, да, именно вот по этому краю Так, окей, вырубаем, разбираем Кстати, мне не особо нужно вырубать Так как это тестовый аппарат, могу себе позволить на горячую отключить камеру Достать сам модуль камеры Так, да, прежде всего еще расскажу, что это не какая-то пылинка, которая попала под глазок камеры Или группа пылинок, как в данном случае Это непосредственно внутри самого блока модуля камеры Как это назвать правильно? По структуре вообще этой штуки Это цифровая матрица, непосредственно которая преобразует То есть фото, как бы, ну, по-простому свет преобразует в цифровые сигналы Которые сохраняются непосредственно уже в носитель, какой бы то ни было Так, да, придется расколупать нам И это как раз-таки вот тот случай, когда расколупать довольно легко А собрать эту конструкцию довольно-таки проблематично Но нам в экспериментальных целях, чтобы понять, показать, как бы, объяснить, что это вообще такое Невооруженным глазом мы все увидим наглядно Голыми руками мы это все сделаем Ну и вот, как бы, так для понимания очень интересно Так, снимаем защитную вот эту вот оболочку камеры Да, как сказать, проблема есть буквально на всю линейку устройств вообще в принципе Но еще раз говорю, что наиболее дешево для меня это все-таки показать На семерочной недорогой камере Так, задняя защитная пластина долой Дальше у нас идет на небольшой спайке Но она совершенно небольшая, то есть здесь можно не распаивать А всего лишь аккуратно разрезать скальпелем То есть олова довольно мягкая, поддается разрежется Есть, да, состоялось у нас расчленение Ну и да, два основных блока, это получается у нас оптическая часть Можно ее вот так оставить И сама непосредственно цифровая матрица Как раз таки наличие пыли на которой, именно пылинки, это соринки Дает вот такой эффект пятен Так, попытаемся разглядеть Да, ну и честно сказать, вот в таком вот виде не совсем очевидно И сами пятна не очевидны То есть здесь можно соотносить это немножко в зеркальном отображении То есть если на камеру мы смотрели, у нас в этой области идут пятнышки То это получается как-то, ну получается либо вот этот угол, либо вот этот Да, что хочу сделать, это как-то нанести сюда, напылить, назагрязнить Непосредственно более явные такие отложения создать Подключить это все дело и посмотреть, чтобы нам это было наиболее явно и характерно Так, вот сейчас задача найти пыль Даст, грязь, что-то такое Небольшое, мелкое Ну да, благо далеко ходить не надо Пыли хватает Так, и вот сейчас вот так вот покрошим Ну да, удалось мне интегрировать вот такую даже более-менее крупную такую частицу Сейчас мы это все дело заинтегрируем назад И посмотрим, как у нас будет более явно отображаться Ну и соответственно потом устраним Эксперименты Так, опять же на горячую Шпэнкс, у нас уже все включено Да, есть камера в аду-клиже Сейчас немножко у нас есть такое, как сказать, анфокус Из-за того, что вот это расщепление дает как бы неправильную фокусировку Ну и да, если присмотреться, то как раз таки сейчас Хорошенько видны вот эти пятна именно в той области, где я насорил Так, вот теперь более явно это все заметно Так, окей Да, вот в таком вот виде особенно Да-да-да-да-да-да-да Так, теперь давайте еще раз разберем, почистим И у нас это все будет чистенько Вот так вот характерно видно Так, ну прежде всего сдуем Ну и еще есть одна метода для тех соревнов, которые именно вот с течением времени уже туда прилипли Интегрировались в это все дело И конечно они вот так вот Они не гуляют, они статичные То есть они там как-то прилипшие и находятся в одном положении Да, на такой случай у меня есть Ну такое некое ноу-хау, можно сказать Это вот этот мой двухсторонний скотч Он очень хорошо подходит как раз таки для чистки вот этих оптических элементов Так, немножко да, своеобразно делаю здесь такую Спирагу Такое можно сказать копьюшко И непосредственно вот так по матрице Чик-чик-чик-чик Такие стуки и назад Так, ну и вуаля Да, подприжал пальцем И вот очевидно Что у нас все стало чистое Так, как я вот здесь смотрел в анфокусе Ну и да, видно вот так вот Ну вот чуть-чуть вот одно по-моему осталось Это я видимо не дочистил, не попал в это место своей спирадой липкой Но на самом деле результат насколько лучше все стало Да, вся сложность вот в этой всей истории Это то, что вот это вот расколупать Вот это вот конечно же можно Назад это все собрать значительно тяжелее Плюс-минус еще нужно конечно же это сделать Чтобы это было надежно То есть там уже придется ее спаять Но вот тем не менее Результат налицо Да, пятна эти сами имеют такую структуру Как будто кажется, что вот наляпано-заляпано Но это на самом деле не так Еще раз, не надо кидаться вот там Смотреть на своем телефоне Искать там какую-то стену Меньше знаешь, лучше спишь Так, еще раз, да, давайте на стену сделаем тест Вот так вот Чистенько Ну да, вообще вот это вот конечно Это просто как бы, ну так сказать Для эксперимента показать наглядно Где это вообще, что это такое Как туда закрадываются эти плинки На каком этапе Возможно Вообще были на самом деле Многочисленные случаи обращения По 11-му телефону Но там компания еще вот В период бытности вот обслуживания Вот этих всех вещей по гарантии Меняла конечно же Не знаю доподлинно точно Либо камеру, либо там телефон целиком По этому поводу Но это все делается, да, по гарантии Мы, я тоже да, это показал Не в плане того, что ремонтируют Но потому что расколупать вот эту камеру Если после вот этой расколупки Считайте в заводском состоянии Туда и так попала пыль После этой расколупки Что там, как это будет работать Это конечно, ну колхоз Просто меняется камера целиком И все окей Как туда изначально эти плинки попали Либо в процессе пользования попали Ну тут на самом деле загадка Возможно на этапе сборки Да, там где-то она была Затаилась Потом в процессе пользования У нас какой-нибудь удар, падение Либо что-то И она выпадает на эту цифровую матрицу И соответственно ты думаешь Что такое, что такое А вот оно, что такое Так, да Да, на самом деле Вот еще раз, что Как сказать это вот это Вот это чисто для понимания Не для какой-то там инструкции Или гай там По устранению их Либо что-то Это все колхоз Расколупать эту штуку Оптический элемент Не надо Считаю, что не надо Даже, опять же Проблема присуща на всю линейку Это может и быть на 14-м телефоне На 13-м На каком угодно То есть структура И вся вот эта сущность Вот этого дела Пыль на матрице Вот так вот Да, мне вообще на самом деле удобно Что если у кого-то возникнет вопрос Что это такое Я вот это видео чпэнкс Там все наглядно показано И вопрос закрыт у человека У меня меньше объяснять и лежать Вот это все Вот это все Так, да Я думаю, что было интересно Прикольно, коротко, ясно Лаконично Сделали, напылили, убрали Все вот это дело Да, локально Пока Что, на этом все Всем привет И все